Да, да, да. Вы так прям рассказывали. Мне даже самой захотелось поучиться. Особенно эмоциональным интеллектом. Супер актуально для всех нас. Да, здравствуйте всем. Очень рада видеть знакомые даже фамилии. Хотела сказать лица, да, но вижу только фамилии. Все, я думаю, что вам в целом рассказали. Да, презентацию можете скачать при необходимости. Огонечки всеми любимые на вебинару тоже можно ставить. Ну и, собственно, задавать вопросы. Можете прям в чат. Я обычно стараюсь читать как бы таким периферическим зрением. Но если что-то пропущу, то в конце вернемся. Либо в отдельную вкладку тоже, я думаю, знаете, можно туда вопрос писать, чтобы было удобно. Мы сегодня с вами поговорим об организации обратной связи в обучении. Вообще, как это все должно быть сформулировано правильно, чтобы был какой-то такой более-менее удобоваримый результат, да, и большее количество задач, цели были решены, достигнуты и так далее. Я действительно работаю там, где, сказал Татьяна, занимаюсь дистанционным обучением. До этого я работала в школе долгое время и, собственно, учила детей, учила преподавателей, курсы проводили и так далее. Поэтому, в принципе, наверное, я не только доп. образованием занималась в своей жизни, еще и иногда все-таки выходила в аудиторию и, так сказать, в полях трудилась. Вот. Ну и, собственно, к теме, да, переходя, наверное, если мы говорим об обратной связи, то чаще всего это, ну, аналог, наверное, да, синоним какой-то такой отрицательной истории, да, то есть как будто нас кто-то хочет поругать, потому что чаще всего, говоря о том, что я хочу дать обратную связь, мы говорим о негативных таких ситуациях. И, наверное, если вот в какую-то такую жизненную сферу переводить, да, мы всегда хотим написать отзыв на организацию, на человека, на сотрудника какого-то конкретного, если нам не понравилось. То есть если нам что-то нравится, то, ну, маловероятно, что мы что-то там пишем на самом деле. Вот. Ну, если как бы статистику какую-то такую брать. Вот. И, конечно, это, ну, не совсем правильно, а если говорить об обучении, это, в принципе, ну, крайне некорректно, и обратная связь, она, ну, как минимум должна быть, и как максимум должна быть какой-то такой эффективной и развивающей, что называется. Вот. И если мы говорим о тех ошибках, которые чаще всего допускаются, ну, здесь вот из Омска я видела, да, коллег из Минска, пишет Жанна. То есть я думаю, что у нас такая очень большая география, но, наверное, если бы я вас сейчас спросила, да, о том, какие ошибки допускаете вы, или, например, ваши коллеги, или, возможно, вы где-то замечали это, подмечали, наверное, мы все вот, ну, более-менее сойдемся вот на этих позициях, да, то есть либо это отсутствие обратной связи вообще в принципе, и особенно это часто наблюдается именно при дистанционном взаимодействии, да, когда мы там ни в СДО, нигде вообще не даем никакой обратной связи, да, то есть вот, ну, отправил человек какое-то задание, и мы там где-то ему в ведомости поставили оценку, да, а как бы за что оценка, хорошо он сделал, плохо он сделал, непонятно, вот. Чаще всего, ну, не чаще всего, а достаточно, наверное, часто, это какая-то очень неконструктивная критика в школах, и я думаю, что в вузах, наверное, тоже это есть, когда мы отталкиваемся от какого-то такого отношения к человеку, а не от его там конкретной работы, да, то есть вот эти вот маркеры мы на людей навязываем, на учеников, на студентов, в каком-то таком первичном режиме. Мы, если и даем обратную связь, то это очень часто какие-то общие фразы, совершенно лишенные какого-то смысла, да, и, ну, собственно, там, молодец, отлично и хорошо, это как бы так себе обратная связь. Вот. Переход на личности, ну, это вот частично, да, в том числе и с неконструктивной критикой связано, когда вот, ну, ярлык, он, наверное, превалирует над той работой, которую ученик или студент присылает. В дальнейшем обратная связь никак не обрабатывается, это, скорее всего, связано с тем, когда мы на свою работу запрашиваем обратную связь, например, в курсе, да, то есть вот провели мы курс, обучились, да, и хотим порефлексировать вместе там со своим слушателем, понять вообще, что дальше делать с этим курсом, вот. Непонимание человеком, который дает обратную связь, зачем вообще она собирается, да, то есть, ну, как бы, что ему за это будет, да, и как она дальше будет обрабатываться. Ну, и может, там, ну, местная, например, обратная связь в целом. Дальше мы, если, как бы, говорим вообще о технологии, ушли уже все, все. Заперли кабинет просто, чтобы никто к нам не заходил, не беспокоил. Сбор обратной связи, собственно, он может, на самом деле, осуществляться разными способами, ну, наверное, такие четыре основных. Если мы говорим именно о цифре, да, то есть, понятно, мы один на один можем говорить, там, коллективно давать обратную связь. Если говорить про инструменты, то четыре позиции – это какие-то внешние инструменты, это система дистанционного обучения, если она есть, мессенджеры или социальные сети и общие доски. На самом деле здесь, как бы, я не буду прямо останавливаться на каких-то конкретных инструментах, просто потому, что, наверное, сейчас какое-то такое время, которое очень быстро меняется. И раньше у меня был прям слайд такой, знаете, с внешними инструментами, на что можно, где можно сделать тестирование, там, иментиметры, кахуты и всякое разное. Но сейчас, на самом деле, все свелось к Google, Яндекс.Формам, да, которые, ну, как бы аналоги гугловских форм. И то, что есть в СДО, потому что просто делая что-то, ты не понимаешь, в какой момент вылетит какая-то фраза на сайте, там, да, или нет. Вот поэтому очень надо аккуратно это использовать. Вот. Ну и, собственно, говоря про СДО, да, ну, здесь на примере Moodle мы используем, на самом деле, для обратной связи абсолютно вот все возможные для коммуникации ресурсы. Это и сам элемент обратной связи, безусловно, когда мы хотим получить анонимную или неанонимную обратную связь перед вебинаром, мы собираем обратную связь. Иногда это именно перед вебинаром, в том плане, что мы задаем какой-то вопрос и потом, как бы, обсуждаем уже на вебинарах. Чат, безусловно, форум, опрос реже, но используем. И базу данных тоже имеет место быть, и тоже мы ее именно в сборе информации используем. Что касается мессенджеров, вот здесь вот, наверное, это сейчас выходит на какой-то такой первый план. Безусловно, да, там соцсети, это отдельная вселенная со всякими разными группами и так далее. Что касается мессенджеров, сейчас очень многие делают чаты групп, и вот там, мне кажется, надо очень аккуратно это использовать, и тем не менее тоже проводить можно и опросы, например, и с помощью бота делать какую-то обратную связь. И мы вот сейчас, наша организация тоже делали бота, в котором просто можно, например, написать какой-то отзыв, который вот просто как бы нигде не зафиксируется, но если человек хочет сказать, то он может написать. Это тоже иногда крайне важно. И что касается вот этого трейда, да, так называемой ветки обсуждений на канале, тоже прям очень я рекомендую, особенно если у вас есть, например, не знаю, там, кафедра, и вы делаете какие-то обсуждения, там, информируете о чем-то, обязательно включать, ну, не обязательно, а желательно включать комментирование, и там, что очень удобно, если вы выкладываете какой-то пост, и у вас под этим постом может быть обсуждение именно этой темы. И вот это вот дико удобно, потому что вот эта обратная связь, да, фидбэк, он собирается под каждой конкретной темой, вот, но это можно сделать именно в каналах, не в чате, а в канале, ну, в Телеграм, я про него говорю. Вот, если мы вообще говорим о обратной связи в целом, то, наверное, надо выделить две такие позиции. Во-первых, когда мы эту обратную связь собираем, и когда мы ее даем. Причем здесь преподаватель, да, или там организатор, например, образовательного процесса, он может выступать в двух позициях, ну, в разный период времени, поэтому здесь, мне кажется, ну, такая важная штука понимать и ту, и другую сторону. И, наверное, вот такая вот фраза очень, ну, на мой взгляд, правильная, да, что очень многое зависит от вопросов. И ценность, наверное, все-таки правильно сформулированных вопросов в том, какой тебе потом дадут ответ, потому что, к сожалению или к счастью, зависит все именно от формулировки этих вопросов. Ну, и если, как бы, говорить о правильных, может быть, даже вопросах, да, их делят условно на четыре вот таких уровня. Они, естественно, разделены по сложностям, да, самый простой это объективный уровень, да, то есть когда мы просто выражаем какие-то такие вещи, касаемые, ну, данных по теме, да, что называется. Давайте я сразу, например, приведу. То есть почему вы посетили, например, этот курс? Это имеется в виду, то есть вопросы, которые, например, можно использовать, ну, наверное, в каких-то системах опроса, да, когда мы делаем анкету обратной связи, например, да, или мы лично, например, с человеком общаемся. То есть, в принципе, здесь, как бы, мы, получая в ответ на какой-то свой продукт, можем задать именно такие вопросы. Самое, наверное, главное, что не задавать вопросы в режиме ответа на них «да» или «нет», потому что, ну, это как бы неэффективно и непонятно, зачем эта информация нужна вообще. Вот, то есть важно сформулировать вопрос таким образом, чтобы это было, ну, как правило, там, через какое-то вопросительное слово «как», «что», «какое», «почему», и тогда мы получим в ответ, скорее всего, развернутый ответ, ну, в идеале, если человек хочет поделиться. Вот. Ну и, собственно, да, как формулировать, то есть самый первый уровень, почему вы посетили курс, какие там моменты были, например, ключевыми, что удалось легко, что удалось просто, на что там вы, например, сфокусированы в своей работе, да, и так далее, что казалось непонятным. То есть такие очень простые вопросы, которые, ну, в принципе, вам помогут, наверное, оценить на каком-то таком общем уровне ваш продукт, там, курс, да, или программу, или еще какой-то момент. Второй уровень – это уже такой рефлексивный уровень, когда человеку нужно подумать и как-то проанализировать то, что произошло на более каком-то таком глубоком уровне. То есть когда мы уже акцентируем внимание на том, что человеку понравилось и что не понравилось в этом курсе. То есть не с позиции, там, легко и просто было, потому что понятно, что, наверное, даже если что-то было легко, это не обязательно, что это понравилось. И если было сложно, не обязательно, что не понравилось. Что, например, было вообще неинтересным, что удалось сложнее всего, с какими проблемами сталкивались, да, то есть это вопросы, которые требуют именно какого-то такого внутреннего рассуждения, ну, рефлексии, да, если говорить правильно. А третий уровень, он, ну, как бы еще сложнее, это когда мы уже задаемся какой-то такой интерпретации результатов, да, которые мы получаем. То есть мы должны оценить, что было полезно, например, в этом курсе именно с точки зрения, что я возьму с собой, например, в эту свою какую-то деятельность, да, там, из вебинара, из курса, да, опять же, из какого-то продукта. Насколько это было, соответственно, тем ожиданиям, с которыми вы пришли, например. И вот здесь вот очень последний вопрос важен, что я могу сделать, чтобы вам помочь. То есть когда человек даже недоволен, например, выходит, там, не знаю, после мероприятия или после курса или после обучения, здесь важно задать вопрос, что я могу сделать, как бы, да, чтобы вам было чуть лучше. И почему это относится, как бы, к третьему уровню, просто здесь очень важно, ну, понять, если человек там скажет, нет, ничем, да, то есть это, скорее всего, просто эмоциональный какой-то, эмоциональный результат вот этого процесса, да, скорее всего, он был просто сложным, ему что-то не понравилось, он просто ушел. А если мы получаем в ответ действительно какой-то такой, ну, наверное, правильно сформулированный, да, и какой-то определенный запрос, то есть это, скорее всего, тот уровень, когда человек и понял, чем он занимался, он это рефлексировал, он каким-то образом интерпретировал эту информацию для себя, ну, и, соответственно, вот он вам выдал запрос, что же он хочет, чтобы ему было чуточку лучше, вот, может быть, он все знал, например, да, и ему нужно еще какие-то моменты прояснить, и тогда вот вы можете в этом помочь. Далее, третий, четвертый, последний уровень – это уровень уже принятия решений, да, то есть когда мы человека спрашиваем, какие его рекомендации, то есть что он мог бы посоветовать, то есть это какой-то такой над-уровень, то есть когда мы уже и отрефлексировали, и решение, и интерпретировали всю эту информацию, да, и мы, как бы, отправляем еще какой-то запрос, да, какие следующие шаги, да, то есть какой бы вы еще курс, там, условно, хотели посетить, да, какой бы следующую тему вы хотели изучить, вот, ну, чтобы расширить вот эту свою какую-то базу знаний. Вот, и, ну, говоря вот об вопросах этих, да, о вопросах, мы таким образом понимаем, что ответы на них, неважно, они там в устной форме даны, да, там диктофон вы записали, или они вам письменно написали, или там видео, может быть, да, сделали обратную связь какую-то, вы ее, собрав вот этот пул информации, который получили в ответы на вопрос, вы можете, соответственно, преобразовать в какие-то дальнейшие свои продукты, использовать ее, и ей таким образом, ну, как бы и улучшить себя, да, и понять, может быть, какие моменты надо поменять, и тогда вы от такой обратной связи получите, ну, соответственно, какой-то, ну, такой очень правильный выхлоп, да, и сможете двигаться куда-то дальше. Вот, это что касается, как бы, моментов, какие вопросы мы задаем для того, чтобы получить обратную связь на какой-то свой продукт. Если мы говорим о том, что мы должны предоставить обратную связь, да, то есть мы как бы выступаем, получается, в обратном режиме, если преподаватели, на самом деле это чаще всего получается, что мы даем обратную связь, и это тоже, наверное, такой, ну, достаточно спорный, может быть, рефлексивный момент, если хотите, когда мы привыкли, там, ну, условно, критиковать, да, давать обратную связь и думать, что я вот в позиции таком, что я, типа, как бы выше, а на самом деле еще тоже важно, что получать надо обратную связь, потому что в этот момент ты тоже, как бы, понимаешь свои какие-то пути дальнейшего движения. Ну, так если мы говорим, да, о предоставлении обратной связи, то здесь, как правило, три такие позиции надо выделить. Чаще всего мы даем отзыв на работу, да, и чаще всего это письменно происходит. Опять же, там, не знаю, в тетрадке мы подписываем в школьной «молодец, все хорошо» или «молодец, не все хорошо». Вот, либо мы, там, в СДО, например, если мы говорим о цифровом обучении, да, то есть даем какую-то обратную связь. Мы можем давать устно, опять же, лично или коллективно, но я думаю, что здесь, как бы, большинство все-таки педагоги, да, лично мы все-таки можем чуть-чуть как-то так поругать человека, ну, поругать в том смысле, да, то есть сказать ему, что было не так, какие ошибки он допустил. Вот, а коллективно все-таки, наверное, правильнее будет говорить о каких-то положительных моментах, похвалить человека, и тогда это, конечно, даст нам больше желания развиваться в дальнейшей какой-то перспективе. И тоже немаловажно аудио-видео, обратная связь, и на самом деле сейчас это тоже, ну, такой какой-то тренд, что ли, стал, да, и голосом можно записать, например, обратную связь в той же СДО, и это, на самом деле, очень упрощает время, и что, наверное, еще важно, ну, с точки зрения психологии, когда ты голосом еще передаешь интонацию, там, студенту, например, своему или слушателю, или ученику даже, и это, конечно, гораздо приятнее, тем более, ну, сейчас, наверное, очень многие люди привыкли все-таки к аудио-видео формату, когда мы можем послушать, посмотреть. Вот, это тоже, на мой взгляд, очень здорово. Ну, и здесь, да, можно делать это синхронно, когда мы, например, на вебинаре даем эту обратную связь, или там встречаемся, например. Ну, чаще всего это, конечно, какой-то, наверное, глобальный проект, потому что по просто обычной работе вряд ли мы будем вебинар устраивать. Вот, ну, либо синхронно, когда вот, да, мы просто голосовой, например, записываем в СДО, в задании, например, в том же, ну, и, соответственно, даем какой-то фидбэк ученику своему. Далее, вот, Александра даже из Казахстана подключилась прекрасно. Далее, если мы вообще говорим как бы об общем правиле, это, на самом деле, достаточно такое популярное правило, так называемое правило гамбургера, на картинке Big Mac, потому что в память, наверное, о том, что он когда-то был. Ну, и в целом, на мой взгляд, хорошая идея, объединить это с таким, ну, эмоциональным моментом, да, потому что, наверное, это такая вот еда или что-то, что мы встречаем каждый день, оно очень здорово запоминается. Так вот, правило это, оно состоит из того, что мы должны всегда выделять три позиции в любой обратной связи, неважно, это проходная работа, да, какая-то просто проверка текущих знаний или это какая-то итоговая, там, итоговый проект, да, то есть, да-да-да, шаверма, ну, шаверма там чуть по-другому, да, по кругу, да, по спирали, но лайфхак интересная, да, идея. Собственно, три позиции, то есть всегда мы начинаем с позитивного, ну, как в идеале, да, это какая-то конкретика, что было, что хорошо получилось, даже если просто человек сдал вовремя работу, это уже позитивный момент, за который стоит похвалить. Да, понятно, он, наверное, и должен это делать, но, тем не менее, как бы, есть нюансы, вот, поэтому это тоже может быть позитивной деталью. Далее мы говорим о своих предложениях, ну, так называемый, да, негатив, как мы, наверное, чаще всего подразумеваем, но все-таки это в контексте предложений, моментов, наверное, которые мы хотим усовершенствовать в своей работе, да, развивать в дальнейшем, да, то есть, ну, вот какая-то такая наклонность должна быть в этой части, и в конце обязательно какие-то позитивные выводы, планы на какие-то дальнейшие моменты, вот, поэтому, то есть, ну, получается позитивное, ну, негативно-предложенческое, да, если хотите, и позитивом тоже мы заканчиваем. На самом деле это, как бы, так выглядит громоздко, но это может быть, ну, буквально, там, не знаю, два предложения, в котором вы уместите, вот, как бы, еще, ну, три, наверное, в идеале, да, пусть коротких, но тем не менее. Подсаживают на положительность, когда хвалишь за простые вещи. Ну, на самом деле, на мой взгляд, вообще хвалить это, наверное, правильно, хотя, наверное, все-таки школьные педагоги очень склоняются к тому, что надо искать у людей минусы и всегда указывать именно на какие-то отрицательные моменты, вот. Ну, на мой взгляд, дети от этого очень страдают, но из моих наблюдений не могу сказать за все, вот, но действительно, ребенок, когда его постоянно ругают, постоянно говорят, что он делает плохо, ну, вряд ли будет как-то классно учиться, и от противного, конечно, тоже иногда идет, но мне кажется, это скорее редкость. Студенты разные, но неоправданно, хвалить это странно. Нет, здесь дело неоправданности, вы же не должны, ну, просто рассказать, какой он хороший, если он сдал через месяц работу и что-то от вас хочет, там, типа, в два часа ночи пишет, а что вы не проверили. Нет, дело не в неоправданности, а дело в том, что иногда действительно надо людей хвалить за какие-то очень такие минимальные вещи, вот, и будет уже приятно. Это, знаете, мы когда, тоже курс про презентацию, у нас было обучение преподавателей, когда, знаете, сдавали такие презентации, которые, я говорю, я люблю это, когда вот А4, восьмым шрифтом, и все на одном слайде, и радужная какая-то там, значит, фон. И вот мы все равно говорили, что вы так много подобрали информации, вы такие молодцы, вот, но понятно, что потом как бы прописывали, что вот, ну, как бы вот здесь поправить, вот здесь поправить, да, но все равно какие-то моменты как бы старались найти. И, хотя, признаюсь, что не всегда это просто сделать. Вот. Дальше про примеры. Ну, собственно, здесь понятно, да, что крестик – это то, что не очень правильно, и галочка – это то, что может быть вместо крестика. То есть написать, например, ты классно пишешь, это не совсем ок, потому что нужна конкретика, то есть самое главное – это детали. Когда вы указываете на детали, человек понимает, за что вы там его хвалите или ругаете, здесь уже не столь важно. То есть, например, когда вы детализируете, что мне нравится этот текст, у него много примеров, ситуаций, там, да, деталей, и в этот момент человек понимает, да, ага, значит, я классно подобрал примеры, сделал живой текст и так далее. Ну, и, соответственно, если мы пишем там, ты молодец, все было отлично, коллеги согласны, там, и так далее, или, там, я согласен, это тоже не совсем правильно, лучше указать, что вот, ну, такое качество улучшилось, да, по сравнению, там, с каким-то прошлым моментом. Вот, ну, и как бы ты растешь, но есть куда расти еще больше. Вот, ну, это, на самом деле, такие банальные правила, то есть здесь понятно, что, наверное, из вашей практики можно взять очень много разных моментов, которые, ну, можно, например, интерпретировать. Да, 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 Виктория, конечно, идет речь именно о балансе, то есть, ну, как бы, хвалить и перехваливать, но это, как бы, тоже не камильфо, потому что, если вы будете всех хвалить, как бы, вряд ли будет какое-то развитие, тоже не очень правильно. Вот, да, 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 взаимооценка, на самом деле, очень здорово работает, вот вы, Галина, правильно написали, причем даже у школьников я замечала, это прям, знаете, такой эффект, когда, ну, чуть-чуть не по теме, наверное, такое отступление, но, тем не менее, про обратную связь тоже можно пример использовать. Я всегда говорила, что самый хороший урок, когда нет учителя на нем, причем у меня первый раз это получилось случайно, а потом я поняла, что это очень работает, когда они начинают друг у друга спрашивать какие-то вещи, и вот в какой-то момент им просто становится стыдно, что они задают вопрос в 28-й раз, и они начинают где-то копать, 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 значит, вот это, это понятно, что это тоже не к каждой теме относится, но вот эта вот проактивность, которая появляется в момент, когда нет вот этого простого способа, простого человека, которому можно задать вопрос, она очень интересна. Вот, ну и при взаимооценке, да, они прям очень любят искать косяки друг у друга, но в то же время хвалить тоже учатся. Вот. Далее. Какая должна быть обратная связь? На самом деле, если есть вопросы, прям пишите, потому что мы уже там чуть-чуть и заканчиваем. Какая должна быть обратная связь по вот прям позициям? То есть если вначале я говорила о том, какие ошибки в даче обратной связи, да, то здесь какая она должна, собственно, быть? Во-первых, она должна быть очень конкретной. То есть человек должен понимать, на какой конкретно момент вы ему даете комментарий, там, да, обратную связь и так далее. Безусловно, она должна быть объективной, когда вы правильно формулируете вообще, да, мысли именно по отношению какой-то конкретной там ошибки, например. Возвешенной, понятной, да, то есть это должно быть обдуманно, не на эмоциях высказано, хотя, ну, честно сказать, иногда, наверное, бывает, когда прям совсем сложные моменты попадаются, да, и мы прям вот, ну, как бы на эмоциях хотим написать все, что думаем. В этот момент лучше, конечно, отложить все и вернуться там спустя какое-то время. Как говорят мои коллеги, сходите пообедайте, потом поговорим. Согласованность с возможностями, вот здесь тоже это важно, потому что мы все-таки, ну, не мы, да, наверное, все педагоги сравнивают в идеале ученика своего с учеником вчерашним, да, то есть каким он был вчера, позавчера, там, в прошлой четверти, в прошлом семестре, если есть такая возможность. Вот, и здесь надо понимать, что, конечно, есть какие-то все-таки моменты, которые не может человек сделать прямо сейчас, ну, это там про зону ближайшего развития и так далее, да, то есть просить от человека, который не умеет сохранять, например, вообще файл, да, просить его сделать анимацию там, не знаю, в какой-то суперпрограмме motion design там и так далее, ну, как бы это неправильно будет с нашей стороны. Он, конечно, может быть, когда-то и сделает, но ему для этого нужно пройти очень много шагов, да, постепенно, постепенно приближаясь вот к этой задаче. Вот, поэтому, конечно, советовать это с самой первой позицией, да, самой первой ступени, но это будет неправильно именно с точки зрения человека, который дает эту обратную связь, вот, поэтому надо всегда понимать, на что человек может, что он может осуществить именно вот, ну, в моменте. Обратная связь должна быть ориентирована на развитие, да, содержать план действий. И вот здесь важно, да, не просто мы говорим о том, что должно быть так, а что конкретно надо для этого сделать, то есть, там, не знаю, больше примеров подобрать, да, там, не знаю, в каком-то, в какой-то работе, например, да, больше каких-то источников изучить и, соответственно, там, проанализировать их, выдать какой-то определенный результат, да, ну, который там, может быть, где-то мы в голове для себя видим, то есть, ну, конкретно прописать, что вы от человека хотите вообще, да, и что с этим всем делать. Вот. И если, ну, говорить вообще, как нам действовать, когда мы получаем обратную связь, да, то, что такой итог, наверное, очень важно отделять, ну, это вообще, наверное, в жизни важность не только обратной связи, отделять какой-то шум информационный в том числе от действительно, ну, правильных мыслей, потому что обратной связи поступает очень много, но какая-то такая объективная обратная связь, да, то есть не эмоциональная, сказанная там просто вот, ну, в сердцах, потому что им что-то не понравилось, а именно с точки зрения вот, ну, какой-то такой осознанности, вот то, что неосознанно и неправильно, и не про вас, лучше это учиться отделять и вообще не воспринимать на свой счет, это, наверное, отдельный какой-то механизм больше, ну, все-таки, наверное, про психологию, на мой взгляд, а не про педагогику, но, тем не менее, вот это подавление шума, оно, конечно, крайне важно. Вот, но при этом важно понимать, что зачастую качественную обратную связь очень сложно предвидеть, потому что, когда вы работаете очень долго, вы в какой-то момент уже начинаете понимать, что вот вы сделали этот продукт, и ошибки там, скорее всего, вот такие, вот такие, знаете, как, когда ты там, не знаю, третий раз идешь диплом защищать, ты уже знаешь, какой вопрос тебе зададут, вот, и именно обратной связи, наверное, все-таки качественная информация, она та, которую вы вообще даже не подразумевали, вот, то есть это прям супер неожиданно, человек посмотрел совершенно другими глазами, увидел, и это, скорее всего, будет точно правильной информацией, которую вы можете потом интерпретировать. Далее, про вот этот кубок так называемый, да, чем больше у вас обратной связи, тем на самом деле лучше, потому что из большого объема вы всегда можете отделить шум, отделить там ожидаемые какие-то вещи, да, и выделить действительно то, что можно потом использовать при, там, ну, например, преобразовании, там, курса, да, продукта, опять же, или чего-то, чего-то еще. Вот, ну и, соответственно, давать ее чаще, да, то есть если там про дистанционное обучение мы говорим, то желательно там в каждом прям модуле добавлять обратную связь, просто чтобы человеку была возможность написать, например, что-то, вот, если возникло такое желание. Про оценивание. Тут здесь очень важно оценивать информацию и вообще полезность и отклика, потому что, ну, то есть когда нам дают обратную связь, мы можем либо сказать, окей, спасибо и забыть про это, а здесь очень важно вообще дать человеку понять, что его обратная связь важна и что она будет использоваться и в дальнейшем каким-то образом все-таки повлияет на, ну, какой-то итоговый результат. Вот, и, ну, и здесь важно, да, что даже если вы, например, от студентов своих будете это получать, то, как бы, они тоже будут этому учиться. Вот, и последнее это как пазл такой, да, тоже такая, на мой взгляд, очень важная штука. Когда мы даем обратную связь, например, по курсу, ну, просто, наверное, мне привычнее на курсе проводить пример, то она может быть, например, какая-то отрицательная. Но еще очень важна обратная связь по каждому, например, модулю этого курса, потому что модуль, например, какой-то отдельный может быть очень классным, а курс в целом может человеку не зайти. Или наоборот, когда курс не понравился, понравился, да, а модуль какой-то отдельный был не очень. И вот здесь важно эту обратную связь как пазл собирать именно для того, чтобы понять, какая деталь, возможно, да, прям западает. То есть, если все сказали, что вот там, не знаю, модуль номер три не очень, то, скорее всего, он не очень, ну, потому что не могут все ошибаться. Вот, но в то же время курс при этом может оказаться очень эффективным, классным, который там порекомендуют, например, друзьям своим или знакомым или коллегам. Вот, поэтому здесь очень важно обратную связь и получать и, ну, структурировать свой продукт таким образом, чтобы вам давали на отдельные элементы обратную связь и на продукт в целом, потому что это вот, ну, тоже такая немаловажная история. И, ну, как бы в конце вебинаров я обычно рассказываю такую, такой слайд добавляю про, ну, вообще для тех людей, наверное, которые хотят почитать что-то еще по конкретной теме. И вот, на мой взгляд, вот эти вот пять моментов я бы рекомендовала книг, ну, их, на самом деле, где-то и в интернете можно найти, купить, там, не знаю, но особенно я, наверное, рекомендую вот эти вот две, да, искусственно сфокусированные беседы, там именно конкретно есть примеры, там, что способов, да, написано, если мелким шрифтом почитать, но, на самом деле, там вот эти вопросы по уровням и в зависимости от ситуации есть прям, ну, такие референсы, которые можно потом использовать. И как все узнать, задавая правильные вопросы, это именно про то, как формулировать правильно вопрос и каким образом вообще выстраивать коммуникацию с людьми, если вы действительно хотите что-то от них получить в обратную связь. Вот. Ну, это что касается рекомендаций. И сейчас я вопрос почитаю, потому что он там был, ну, в целом, на самом деле, я завершила, как-то сегодня очень это компактно получилось. Телеграм теперь есть, но, в принципе, как бы везде, где можно, можно найти по фамилии, вот, если вдруг какие-то вопросы остались. Виктория написала, давать обратную связь, это приходит с опытом или это можно научиться? Ну, как бы, мне кажется, вообще очень многим вещам можно научиться, вот, и отвечать на вопросы в том числе и давать обратную связь. Просто мне думается, что, наверное, вообще, что бы мы ни говорили, это все равно все приходит с опытом. И даже если мы, не знаю, книжку прочитали, курс прошли, диплом получили и вообще там, не знаю, что-то не сделали, а нельзя сказать, что мы суперспециалисты. Ну, как бы, это, наверное, было бы не очень правильно, и тем более в педагогике сложно там, да, пройдя какой-то вебинар, называть себя специалистом и говорить, что это вот, ну, как бы, я спец, там, не знаю, по обратной связи. То есть это, безусловно, все, наверное, ну, не наверное, точно наращивается в вас, да, и, ну, на мой взгляд, еще важно очень, например, анализировать, что вы пишете, например, как преподаватель. Я вот, например, за собой замечаю такую штуку, что я очень часто в негатив спускаюсь, когда я комментирую какую-то работу у слушателей, ну, просто в задании, например, в мудле, и я пишу, как правило, то, что у них не получилось, и то есть мне очень сложно искать именно позитивные моменты, и я поэтому прям вот себя заставляю. Но это, опять же, как бы, сначала я просто это делала неосознанно, а потом я просто, когда пытала анализировать, я поняла, что, ну, наверное, это неправильно. Вот, поэтому, на мой взгляд, вообще все в жизнь приходит с опытом, не только обратная связь. Может ли студент оценивать качество и глубину контента? Об этом же судить только профессионал, речь не оборганизация информации. На школах, как это практикуется, более-то студент может оценивать курс преподавать. Сложный, на самом деле, вопрос, Галина. Хотя, наверное, простых вообще в жизни не бывает. Вы знаете, мне кажется, что студент может, ну, тут важно, да, понимать, то есть студент вуза это, например, или это слушатель вот именно на онлайн каких-то курсах, который там, не знаю, пришел, да, изучать, например, то, что вначале, да, нас приглашали, например, на курсы, мы же тоже там будем студентами. И вот, на мой взгляд, что в любом случае, как бы, студенты бывают разные. Даже когда приходят 17-летние, 18-летние ребята, они могут быть разные, с разным опытом. И здесь, как бы, наверное, вешать ярлык, что он не профессионал, а я профессионал, но это, наверное, не совсем правильно. На мой взгляд, могу ошибаться. Я бы, наверное, сказала так, что студент точно может оценить преподавателя в вопросах коммуникации, взаимодействия со слушателем там или с группой, например, на, не знаю, скорость реагирования, да, там, на полноту той же обратной связи. Глубину контента, наверное, он может оценить, хватило ему для достижения каких-то его результатов или не хватило. Но это тоже весьма, ну, субъективно, потому что один человек имеет одну базу жизненный опыт, а другой чуть другую. Поэтому здесь сложно судить, но, наверное, на то вот как бы большое количество обратной связи и важно. Глубину, поэтому, на мой взгляд, да, он может судить, но, наверное, принимать это за какую-то истину и делать какие-то выводы о себе, наверное, это не совсем правильно. Вот. Но, тем не менее, если я прихожу учиться, я недавно училась на курсе, я не буду говорить на каком. Я в одном из сообществ увидела ссылку на курс, там, значит, обсуждали, что вот там столько информации собрано. И вы знаете, когда я пришла, я, конечно, закончила, потому что вот, ну, тесты я прошла и все. Но я могу, я считаю, оценить глубину контента и вообще в целом этого курса, я его оценила бы на минус 5 из 5. Вот. Поэтому, ну, там никто меня не спрашивал, естественно, потому что там как бы чуть-чуть была другая организация. Вот. И, наверное, не совсем правильно они сделали это обучение. И там, да, я могу оценить, я абсолютно точно считаю, потому что это было обучение там по, ну, по педагогике, по андрогогике, да, то есть то, чем я занимаюсь и каких там, я достаточно, наверное, всего прочитала, изучила и давно с этим работаю, чтобы, в принципе, ну, профессионалом я, наверное, назвать не могу, потому что, ну, не знаю, на мой взгляд, это какое-то очень высокое звание, которое, наверное, кто-то должен дать. Но оценить в этом случае, наверное, я бы смогла. Вот. Если курс для студента, то он может оценить, а для ректора, ну, вот, как бы, да. Да. Получая обратную связь, никто не обязан. Если делается для студента, то он может оцениваться. Ну, конечно, здесь, вы понимаете, просто тут надо понимать, то есть вам могут написать вообще все, что угодно, но как вы это будете трактовать, ну, как бы это, это ваша задача. Я могу сказать, да, спасибо, Елена, да, в профессионале работать, значит, профессионал, да, хорошая идея. Нам, например, тоже слушатели очень часто пишут, что мы хотим скачать, например, записи вебинаров, а мы не даем намеренно такую функцию, то есть это то, что мы делаем осознанно совершенно, потому что, ну, у нас такая специфика, такая аудитория, что они обязаны ходить на обучение, и да, мы им даем возможность, например, посмотреть вечером, и записи вебинаров есть, но это скачать и потом использовать мы, как бы, такой функции не даем. Хотя нам в обратной связи достаточно часто пишут люди, что мы хотим это, вот, при условии, что у нас есть видео-лекции на Ютубе, которые можно посмотреть, ну, как бы, даже после обучения, да, то есть мы ничего не закрываем, вот, но при этом, вот, как бы, вебинары именно с преподавателем мы не даем возможности скачать, но в обратной связи, да, нам это пишут. Ну, как бы, мы это трактуем вот таким образом. У нас есть свои, там, цели, и определенные моменты мы преследуем в этом, поэтому результат такой. Дальний пост, ну, вы там, да, держите, действительно, тайфун. Елена, да, держитесь. Вот, ну, наверное, как-то так. Не знаю, если есть еще вопросы, пишите. Мне кажется, я ответила на все, что вы мне задали. Да, и во вкладке тоже. Вот, все тогда. Да, ну, если, на самом деле, остались какие-то вопросы, то пишите, вот, поэтому здесь, как бы, проблем, я думаю, с этим нет. На основе опросников получаем рейтинг. Ну, вот, знаете, мы, на самом деле, сейчас тоже ввели такое, ну, правда, не студенты нас оценивают, ну, студенты тоже, там, оценивают, да, и у нас есть такой пункт, насколько вы оцениваете работу преподавателей, куратора, там, и так далее. Пока это не влияет на зарплату, но, на мой взгляд, у нас еще сотрудники друг друга оценивают, там, начальники, но, как показала такая практика, все-таки очень важно писать комментарии, потому что иногда бывает так, что тебя оценивают отрицательно, а потом пишут, да, мы просто в этом месте не взаимодействовали с человеком. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, важно именно не оценка, ну, цифровое, да, в цифровом исполнении, а именно комментарии, которые люди дают. Ну, это вот, опять же, возвращаясь, там, к вопросам и так далее, но это, понятно, что это сложнее анализировать, и, наверное, на уровне, там, вуза это сделать, ну, архи-сложно, потому что когда, вот, не знаю, 20 тысяч студентов, как бы, проанализируют, что они там написали, но это сложно. Вот, ну, хотелось бы так. Про взаимооценку. Ну, да, это, наверное, надо отдельную прям тему проводить, именно про вот эти моменты, да, 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 да. О, спасибо, прекрасно, просто. Так меня еще никто не называли, спасибо. Да, еще и в короне. Да, спасибо большое. Про взаимооценку, да, надо подумать. Идея, на самом деле, хорошая, потому что, ну, по факту, это прям очень такая здоровская штука, и, мне кажется, она очень помогает в обучении. Не знаю, на мой взгляд, проверить просто работу, это эффект, там, ну, типа, не знаю, на 2 балла, а когда взаимооценка, это 8, например. Ну, то есть прям грандиозно так, грандиозная разница. На мой взгляд, не знаю, из моего опыта так. Так, а Татьяна к нам, наверное, уже не выйдет, да, тогда мы прощаемся. Вот, спасибо большое за внимание. В общем, надеюсь, что, да, придумаем, продумаем точнее тему эту и еще встретимся. Вот, большое спасибо всем за внимание. Держитесь те, у кого тайфун. Я надеюсь, все будет хорошо. Да, ну, это к организаторам, я не знаю пока. Спасибо. Все, тогда прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok